70 лет исполнилось актеру Леониду Ермольнику, и вот, казалось бы, хороший повод для хороших новостей поговорить об этом, но нет. Накануне он выступил в ТАСС с интервью, где поддержал войну в Украине, называя, конечно же, ее СВО. А именно Леонид Исакович сказал, что его коллеги, кто уехал, сделали это в эмоциональном порыве, не поняли значения специальной военной операции, но теперь-то уже ясно, как она нужна, дальше я буду цитировать. Но время показывает все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Цитирую я актера. Я знаю, Виктор Анатольевич, по вашему фейсбуку, что выступление Ермольника произвело на вас большое и, как я понимаю, удручающее впечатление. Ну, понимаете, все-таки мы полвека знакомы с ним. Он был студентом третьего курса Щукинского училища. Я был студийцем у Табакова, он преподавал у нас сценическое движение, да, приходи. Любимый Леня Ермольник, талантливый, легкий, светлый, талантливый человек. Ну, дальше, так сказать, распорядился вот как мог в своей жизни. Я прошу прощения за самоцитирование, я об этом писал в своем фейсбуке, но тем не менее, немножко самоцитировали. Понимаете, бывают разные времена, бывают времена, чаще всего они такие бывают, когда для того, чтобы не быть подлецом и как-то более-менее не считаться подлецом, в общем, не нужно больших нравственных усилий. Ты любимец публики, заслуженно ты любимец публики, но вот, собственно, и все, от тебя ничего никто и не ждет. Ну, ты не герой, но никто не герой, ну, героев там два-три человека на всю страну. Да, никто же не будет упрекать тебя, что ты, там, не академик Сахаров. Ну, да, да, все серенькие, все прыгают, черненькие, сказано. Да, серая, серая нравственная зона, любимец публики, талантливый артист, наша радость, да, все прекрасно. Но потом наступают другие времена и мера подлости, которая требуется от человека, чтобы сохранить, увы, даже не жизнь, не свободу, а привилегии. Вот в чем мерзость-то, если бы Леонид Ермольник и другие, поддерживающие эту СВО, находились в положении тяжелых заложников 30-х годов, деятели культуры, которые одобряли расстрелы, но они их одобряли от страха, от страха, что сами пополнят список расстрелок. И пополняли, разумеется, сами, но в ужасе, в ужасе поддерживали, да, расстрелять как беженых собак. Это люди говорили в ужасе от того, что их самих расстреляют, если они этого не скажут. Но сегодня-то, ну что же они тебе сделают, если ты откажешься, значит, откажешься восхвалять убийство, откажешься, да, подтирать кровь за Путина и делать из говна конфетку? Что тебе, что тебе сделают? Цацку, какую тебе цацку отнимут? Ну, отнимут. Ну, Господи, Боже мой, тебе 70 лет. Ладно, это печально, это досадно и это, к сожалению, типовая история, потому что настоящий ужас заключается в том, что я писал об этом, я снова процитирую. Вот этот коллективный Путин сегодняшний, он ведь состоит из коллективных вермоний. Ведь не было никакого Путина. 25 лет назад не было никакого Путина. Был какой-то человечек никому неизвестный, хитрке, застенчивый, да, который чего-то такое там. К нему ринулись вылизывать сапоги деятели культуры, ученые, цвет науки, цвет медицины, искусства. Ринулись вылизывать его сапоги и сделали, напитали его своей силой, своим авторитетом. Неохота перечислять людей, которые засветились в этом вылизывании, да, и в поддержке Путина. И благодаря им он набрал силу и стал той катастрофой, которой он стал сегодня. Путин состоит из тысячи ермольников. И вот это самое, самое ужасное, даже не то, что ужасное, а досадное. Потому что если бы это налетел какой-то дракон и захватил бы, выжиг бы огнем всех и положил вниз лицом, ну тогда можно было бы сказать, ну что поделать, да, так получилось, мы несчастные люди. Но, как сказано у Жванецкого, сами, все сами, сами сделали это, сами изготовили. И ответственность элиты в этом, изготовлении этой катастрофы, это рукотворная катастрофа. Ответственность элиты, конечно, гораздо больше, чем ответственность так называемого народа, да, там, миллионов людей, у которых возможностей никаких особенных нету, кроме героических. Кроме возможности выйти там, да, сказать слово правды один раз и загреметь в лагерь, и погибнуть. Вот, да, у элиты были возможности не допустить этого. И мы это, извините, вот более-менее, те люди, так сказать, на которых ориентируется, так называемый простой народ. Вот такие ермольники, милые, обаятельные, он не упы, он не негодяй, ну, то есть он не убийца. Но он мягкий, мягкотелый. И вот с ним, из него, да, он пошел на подтирку Путина в дни своего 70-летия. Не посторонился, я цитировал в этом своем тексте Салтыкова-Щедрина из главы про Угрюма Бурчеева. Вовремя построниться, вот все, что было нужно. Ведь никто же не требует от тебя героизма, никто же не требует, чтобы ты, как Миша Кригер или Кара Мурза или Навальный, пошел в тюрьму за свои идеи. Нет, и за свое, там, убеждение. Ну, нет никаких убеждений, ну, не обязан. Ладно, ну, просто посторонись, промолчи, воздержись. Не пой, да, не пой славу убийце. У Искандера про это сформулировано было замечательно. И очень толерантно, очень толерантный Искандер, просто не участие в подлости позволяет тебе считать себя приличным человеком. Не участие в подлости. От тебя не требуется подвига, от тебя не требуется, чтобы ты пошел на Голгофу. Нет. Это нельзя никого, ни от кого требовать. Просто посторонись, не участвуй. Эта возможность всегда есть. Этот выбор всегда есть. Вспоминая Льва Семеновича Рубинштейна, да, не испортить себе некролог, потерпите. Жизнь коротка, писал Лев Семенович, потерпите, не портите себе некролог. Вот, главная досада связана с этим. Ну и, конечно, к этой общей досаде прибавляется память о симпатии, дружбе, и эти полвека никуда не делись. Да? Вот такой вот объемный взгляд на эту ситуацию. Виктор Анатольевич, простите, что я ненадолго еще задержусь на этой ситуации, но вот здесь у Ермольника были слова, значит, что мы воюем, боремся на стороне света, а потом он пишет, что мир сошел с ума, и этих примеров такое количество, что нужно быть или слепым, или совсем сумасшедшим для того, чтобы это не понимать. Сейчас практически мы теми же словами говорим с обратной стороны, а я хотела узнать, бывает ли у вас такое, что вы, я не знаю, проснулись, или наоборот, когда засыпаете, и о чем-то думаете, и думаете, господи, неужели, а что если это я сошел с ума, а что если, ну не может же, вот, они, ну не могут же, вот эти люди, вот эти знакомые, или там незнакомые, или известные, или хорошие, или порядочные, все, что о них мы раньше знали, говорит нам о том, что они прекрасные люди. Ну не могут же они вот все. Может, это я сошел с ума, может, я что-то не то не понимаю? И вы знаете, раньше это было, пару раз это было, но на прошлых летках, сильно на прошлых летках, лет 20 назад, я уже рассказывал, как после моей программы, посвященной истории с Норд-Остом, мне позвонила Юлия Мучник, мой, наш замечательный товарищ, журналист, блестящий из Томска, руководитель канала ТВ-2, последнего свободного телеканала, и сказала мне, Витя, спасибо тебе, я ведь целую неделю, сказала она, вот почти его, вот твоими словами, я целую неделю думала, что я сошла с ума. Это было 20 лет назад, вот с лишним, после Норд-Остом, потому что целую неделю было, блестящая операция спецслужб, все герои России, блестящая победа, победа спецслужб, победа спецслужб, да, и было ощущение, да, вот было ощущение, что ты, с тобой что-то не в порядке, ведь все вокруг празднуют, но это было 20 лет назад, с тех пор как-то, нет, я, я, я довольно уверен в своем этическом аппарате, да, и как, да, как сказано в Хаджи на Средине, да, передо мной стоит осел, он пахнет как осел, выглядит как осел, и я думаю, что это осел, да, поэтому, нет, тут сейчас уже нет, 20 лет назад были, было ощущение, да, несколько раз очень хорошо помню, когда тебе, ну, по поводу Путина раннего, когда тебе твои друзья, либералы, демократ, нормальные люди, там, твои друзья, вертят пальцем на скайбе, говорят, называют тебя демшизой, люди, причем хорошие люди, и умные люди, и интеллигентные люди, то было, было, были вот эти дни такого опаски, может быть, я сошел с ума, но это... Когда мы периодически стали говорить, что мир сошел с ума, я считаю, что мир сошел с ума, в том числе и на нашей территории, люди сошли с ума, люди перестали, совершенно другое отношение к смерти, к войне, к терроризму, это стало привычным, обыденным, и это, конечно, страшно, и когда мы говорим о конце цивилизации, то, может быть, это первые признаки, а может быть, уже и не первые признаки того, что этот процесс все равно идет, как это ни страшно, и как это ни грустно, и сколько бы сил не применялось для того, чтобы обезопасить человечество, но мир сошел с ума, и люди сошли с ума, и то, что происходит на Украине, вообще немыслимо, потому что это так... Помнишь фильм тот сам Мюнхгаузен? Да, конечно. Помнишь, когда броневому говорят, что Англия объявила войну, Англия, и он сантиметром начинает глобусом, это же рядом, ну вот это же рядом, и меня даже иногда пугает то, что мы смотрим телевизор, смотрим новости, ужасаемся от того, что происходит, ужасаемся этой информационной, как бы биполярной войне, и почти привыкли к этим новостям, то есть, ну так человек устроен, что мы привыкаем, если ты ешь некачественную еду, то первые недели ты будешь бегать в сортир, да, или тебя будет выворачивать, да, но если больше 10 дней есть эту еду, организм привыкнет и будет есть, потреблять то, чем, понимаешь, да? И я думаю, что с точки зрения эмоций, мозгов, я с невероятной грустью, нет, не грустью, как бы тебе сказать, печалью и ужасом понимаю, что люди привыкли воспринимать негатив как составляющий ежедневной нашей жизни. К нашему эфиру присоединяется большой друг нашего телеканала, известный блогер и оперная певица Мария Максакова. Мария, добрый вечер. Мария, приветствуем. Добрый вечер, Катерина, добрый вечер, Владимир, я приветствую всю нашу аудиторию. Мария, как вы считаете, что произошло с некогда талантливым артистом? Он предсказал будущее Российской Федерации вот в этом фильме, о котором мы сейчас смотрели вместе, совсем немного, часть его в эфире? Ну, знаете, если бы, скажем так, единственная и, в общем, малоизвестная широкой публике более-менее нормальная работа в фильме Алексея Германа Старшего «Трудно быть богом» по роману Стругацких, то, по большому счету, мы наблюдали все остальное время, скажем так, профессионального кривляку из передач «Вокруг смеха» или «Аншлаг-аншлаг» от слова «шлаг». Поэтому я думаю, что ему очень много уделяется лишнего внимания. И, в общем-то, какова его ценность и значимость как артиста, это большой вопрос. Я думаю, что вот как раз в своих кривляниях он достаточно убедительно изображал, причем без слов и поочередно, сперва утюг, затем цыпленка табака, а дальше уже непосредственно унитаз в момент опорожнения в него человеческого организма. Просто, понимаете, когда смотришь на все происходящее, вот так вот вспоминаешь среду эту артистическую, где они так пафосно всегда говорили о своих моральных и нравственных качествах, выдумывали какие-то, знаете ли, вот такие мемы для самих себя из серии «Поэт больше, чем поэт», «Артист больше, чем поэт». Вот в этой самой скрепной, и как они, вот так сказать, демонстрировали своим этим ложным пафосом, вроде как богоносной, уж не знаю для кого. И главное, кто там этот бог, благословляющий в форме их попов РПЦ ракету с названием «Сатана» и все прочее, что сеет смерть и уничтожает все живое. Вот, понимаете, реакция, в частности, на какой-то вот такой очередной каминг-аут еще одного людоеда, хотя, повторюсь, не столь значимого, уже такого, знаете, второсортного и третьерядного. В общем-то, понимаете, как поражает в этом уже и то, что они, в конце концов, ну, знаете, идут до все меньших и меньших. Казалось бы, он мог бы вообще промолчать. О нем уже все давно забыли, никто ничего не требовал, на голых вечеринках он не светился. Предполагаю, что пистолет у его виска тут же никто не держал. Ну, и, наверное, кстати, сталинскими репрессиями никто не угрожал ему. Ну, вот, видимо, решил расширить он зону своего личного комфорта за счет засовывания своего языка в, скажем так, кремлевскую щель. Ну, и, видимо, продажа уже, так сказать, ну, того, что там пучок, наверное, на рубль, вот этого, он рассчитывает, так сказать, поскольку ряды все-таки иногда там рядеют в силу того, что начинается возня между собой. Ну, видимо, освободилось место адъютанта его превосходительства. Ныне он работает конференсье у Кобзона, скорее всего, уже. И, соответственно, я не удивлюсь, если вот этот вот унитаз решил попробовать себя на новом поприще. Вот, наверное, хочет как бы занять освободившуюся вакансию Держиморды в Московском малом драматическом театре. Ну, и вот поэтому сходил публично по-большому ради чего-то малого, мелкого и неприглядного. И тут все, знаете, так сказать, вот многие оппозиционеры и талантливые люди пустились обсуждать эту его выходку или каминг-аут. Хотя, собственно, он с самого начала заявил себя как унитаз, поэтому я не понимаю, что всех удивило. И я в этот момент пришла к выводу, что, понимаете, вряд ли эти, которые на себя берут вот эту с момента поступления в какой-нибудь театральный вуз, вот эту гордую пафосную планку, как бы это сказать, бремя, которое они тащат вот этой скрепной культуры, как они пытаются с самого начала преподнести себя как каких-то, знаете ли, страстотерпцев во имя этой самой культуры, каких-то, ну, великомучеников, я бы даже так сказала, а оказывается все так просто и примитивно. И оказывается, вот эта шваль, она умирает дважды. Один раз она умирает, когда ее вычеркивают из книги жизни, когда они совершают ради маленькой подачки вот это вот большое преступление против жизни, когда, вы знаете, очередной раз сегодня дважды, после этой адской ночи еще и днем, тревога звучала по всей стране, и сомневаюсь, что, ну, вот этот цыпленок табака не понимает, чем на самом деле занимается террористический консорциум под названием Российская Федерация, какую смерть и горе она ежедневно сеет в Украине, что она еще угрожает сделать миру, какое отношение ко всему этому уже у цивилизованного мира, причем давным-давно и с каждым днем это отношение, в общем-то, ведет к дальнейшей их изоляции тотальной, к презрению по отношению к ним. Но, тем не менее, вот эти маленькие маневры, знаете, не перестают кого-то удивлять. Меня, откровенно сказать, вот этот вот цыпленок табака, утюг или, как его назвать, унитаз, удивил в меньшей степени, потому что он уже, имя им легион, он уже такой по счету вот в этой реке разочарований, что, наверное, ему действительно уделили, может быть, даже слишком много времени. Но вот эта способность умирать дважды, это, мне кажется, вот что-то новое, что я все-таки для себя почерпнула во всей их поведенческой линии. То есть они до такой степени не гнушаются. То есть до такой степени никакого стыда нету. То есть осраниться, причем сознательно. Не знаю, какая у них там остается еще среда, на что там они рассчитывают, до какой степени они идиоты и не понимают, что, вообще-то говоря, благодатный огонь. Он начал сходить, в общем-то, с завидной регулярностью уже непосредственно на их головы и сыпать пепел. В общем-то, тем, кто, посеяв ветер, конечно же, пожнет бурю. То есть у них все валится. Поезд в Сибирь вместо поезд в Пусан можно говорить про них. Какого-то кота Твикса пожалели? Наверное, сублимировано пожалели самих себя, потому что путинский режим – это и есть та проводница, которая безжалостно вышвырнула на мороз кота Твикса. И в этом коте узнали себя, наверное, вот эти самые российские возмущенные блогеры, которые в соцсетях начали рьяно защищать кота. Хочется спросить. Вот это вот запланированное замерзание, в частности, Подмосковье. Оказывается, было известно, что оно даже назначено было на 26-й год. Вот это грабительство, которое у них продолжается там уже 24 года в один бассейн Путина, оно, оказывается, они знали, эти расчеты были произведены, оказывается, понятно, что не только коллапс ЖКХ, не только гейзеры и замерзания, не только веерное отключение света, но и лифты скоро начнут падать, и это тоже, оказывается, все у них известно. То есть вот эта проводница, которая всех так возмутила, это и есть собирательный образ кремлевской власти. И мне вот интересно, вся остальная, ну так скажем, пока еще отмалчивающаяся апатичная часть, которая, в общем, наверное, себя где-то с этим котом как-то так сублимировано идентифицировала. Вот они не устали ли еще от говорящих унитазов, от вот этих цыплят табака, причем одинаково каждый раз топорно и бестолково исполненных, от вот этих утюгов говорящих, из каждого из которого вот этих утюгов, этой черноротой пропаганды, все время сеется одно и то же. Ради чего? Мы вот вытащили из Нафталина этого уже третисортного пропагандиста нового. Ради того, чтобы он опять какое-то новое что-то вот влил свое черное в эту пропаганду. Проблема же у них в том, что пропаганда проваливается. Проблема-то у них в том, что как они не навязывают ее, а все больше осознают себя, что они есть код ТВИКС по отношению к системе, к этой проводнице и, главное, к поезду, который мчится под откос куда-то в Сибирь, не спрашивая совершенно у, так скажем, пассажиров, устраивает ли это их маршрут, температура, комфорт и все остальное. И вот поэтому у меня возникает вопрос. Ну, взяли они еще одного там какого-то по счету. Ну, он еще поудивлял кого-то. Это что, попытка отвлечь внимание на негодный объект очередной раз? То есть очереди тех, кто хочет добиться выдвижения, допустим, надежденно, хотя с моей точки безнадежного, но тем не менее, хоть какого-то одного, который заявил, что он против войны. Он много чего заявил совершенно непропустимого, недопустимого. Он много чего заявил того, что вообще недостойно, ну, даже, так сказать, назвать оппозиционером нельзя. Он себя удобно выставлял как мальчик для битья. Проект очередной Кириенко на каждом расистском этом ток-шоу, чтобы все убедились наглядно, вот на его примере, что никакого достойного ответа ни либерал, ни демократ или какая-либо оппозиция не может дать вот этой кремлевской власти. Но мы же видим очереди, которые, тем не менее, идут не за этого кандидата, а только потому, что они услышали, что он против войны. Вот, понимаете, я считаю, что все равно, как бы эта пропаганда не ерепенилась, как бы не кривлялась, как бы она не выставляла себя этими цыплятами, что бы она не вытворяла, у них приближается час икс. И мне кажется, что это вполне возможно мартовские иды, наконец-то, для этого диктатора. Хочу только от себя добавить, что я считаю, нельзя голосовать там ни за кого, потому что за кого бы они там ни начали голосовать, это повод фальсифицировать эти самые голоса за, соответственно, отдать их вот при помощи таких же проводниц, только они сидят там в избирательных комиссиях и притворяются в оставшиеся от избирательного, так называемого, процесса времени в преподавателей, в том числе и младших классов. Вот эти все равно перепишут все туда, куда им скажет администрация президента, и причем ровно в том проценте, в каком они потребуют. Поэтому в балагане в этом никакое участие, кроме протестного, принимать нормальный человек не будет. Если они не хотят быть вот этим котенком-двиксом, то я думаю, что у них есть возможность полдень против Путина, просто, наконец, прийти и посмотреть, сколько их там окажется. Может быть, их окажется там в таком преимуществе по отношению к всем силовикам Росгвардии. Может быть, там против двух миллионов силовиков, которые приблизительно на зарплате сидят, окажется 40 миллионов протестующих. Может быть, понимаете, это рухнет все за несколько часов, так как рухнул Советский Союз. И поэтому я думаю, что все эти ужимки и прыжки, пропаганды, попытки привлечь еще кого-нибудь, какую-нибудь кривляку, чтобы он отвлекал их от того, куда катится поезд, в какой откос, то, мне кажется, это одна из самых бездарных попыток в силу бездарности самого выбора, вот, так сказать, последнего. Поскребли по сусекам и откопали унитаз Ермольника. В этом унитазе, очевидно, есть последняя надежда. Вот вы упомянули очень современно о надежде. Мы далее в эфире, вот именно сейчас будем говорить о том, что это за персонаж. И вы уже тему задали, уже есть понимание, как мы будем раскрывать ее дальше в нашем эфире. Поэтому очень спасибо вам большое, что вы эту тему затронули. Мария, спасибо вам за ваше включение и за детальный и тонкий анализ того, что происходит сегодня на информационных площадках российских пропагандистов. Будем далее говорить правду в эфире телеканала Freedom на вашем YouTube-канале. Подписывайтесь, пожалуйста, и будьте нашим гостем, в наших следующих встречах. Спасибо большое. Мария Максакова, большое спасибо. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Добрый день, друзья. Мария Максакова, я не знаю, вот про нее, как про певицу ничего не могу сказать, хотя каждый раз оставляю отрывок из своей беседы со Стасом Садальским, где он показывал, как она поет. А вот актриса, она никакая. Ну, вы знаете, она вот даже не умеет сыграть, зачитывая без конца вот эти вот записки, которые ей в СБУ или где-то еще приготовили. Она даже не может сыграть это убедительно, как будто она от себя произносит этот текст. Она считывает это там с какого-то, не знаю, суфлера или с какой-то бумажки. Очень плохо. Очень плохо. Позорит, вообще говоря, не только свою фамилию. Это понятно. Там вообще Максакова, это те еще персонажи, весь клан. Она позорит цех. Я говорю про Богему. Причем не только про российскую Богему, а в целом про Богему. А российскую Богему она точно позорит, потому что люди-то там талантливые. А здесь вот просто таланта, как актрисы, просто ноль. Ну, совсем плохо. Совсем плохо. Ну, а как поет, я еще раз сейчас напомню. — Добрый день. Леонид Ермольник дал интервью ТАСС, после которого наши светлолики обвинили его во всяческих идеологических грехах. Среди комментов там, типа, такой, наверное, свой театр хочет. Короче говоря, о втрактовке людей с хорошими лицами он поддержал войну. Я Ермольника знаю с конца 80-х. Он всегда был очень независимый, порядочный, честный человек с понятиями. И более того, свое мнение, когда у него спрашивали, излагал всегда четко. И я не вижу, чтобы он как-то менял свои позиции. — А про друзей мы говорим. С кем ты расстался из тех друзей, которые, может быть, были у тебя, там, не знаю, в студенческие годы? Ты с кем-нибудь общаешься из тех, вот, с которыми люди... — В студенческие годы? — Да. — Общаюсь, конечно. — Да, с кем? — Ну, как, не каждый день, но перезваниваемся, общаемся. Общаюсь с Женей Симоновой, ну, из тех, кого, как бы, очевидно, знают зрители. Общаюсь с Юрой Васильевым, который плотно и много работает в театре «Сатиры», помогает Александру Анатольевичу Ширенду веселить народ на площади Маяковского. С кем еще? Есть Валя Грушина, есть Наташа Каширина, есть Рая Этушко, правда, она живет в Америке, но мы общаемся. Есть замечательный Гарик Черняховский наш, как бы, на параллельном курсе, с которым мы сделали очень много спектаклей на нашем курсе. Вот, он тоже, он часто приезжает сюда и делает, немножко приболел в прошлом году, но, слава богу, выкарабкался. И я вот недавно был в Нью-Йорке, проведывал его. Так что общаюсь, безусловно. А когда последний раз ты был на родине? На Малой? На Малой? А что ты называешь Малой родине? Там, где ты родился. Дальний Восток? Да. На границе с Китаем. Я был последний раз, года 3-4 назад, нет, вру, это было лет 6 назад, был кинофестиваль во Владивостоке, и я доехал до того места, где я родился. То есть, я 55 лет там не был, и я вот доехал туда. Это забавно, там ничего не изменилось. Да? А то есть, вот, а до этого ты когда последний раз был, то есть, какой промежуток времени? Вот ты был... Меня оттуда увезли, когда мне было полтора года. И ты с тех пор не был там? Не был. Ух ты! Ну, а это такое место стратегическое, там практически мы или, как тебе сказать, или противостоим китайцам, да, или дружим с китайцами. Это как раз такое, там в двух километрах уже китайской границы. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней.